Добрый день, коллеги! Сейчас я выведу свою презентацию. Так, вот таким образом. И я надеюсь, что хоть как-то мы отдалённо будем перекликаться с предыдущим докладчиком. Просто в силу того, что я буду касаться проблем абдукции, которая так или иначе, естественно, тесно связана с сознанием. Но на данный момент мой интерес был посмотреть, как абдукцию вписывают в теорию аргументации. Я говорю о современных теориях аргументации, которые мы имеем сегодня, информальная логика, прагмодиалектика и так далее. В силу того, что очень важно понять, есть ли место такому рассуждению в процессе нашей коммуникации и когда оно появляется, и теоретические, и прагматические следствия имеются из этого. Так что план выступления следующий. Сначала просто несколько вводных слов. Я расскажу о том, что такое аргументативная схема, как куличевое понятие в современных подходах, и о том, как через эти аргументативные схемы уже рассматривают абдукцию. Цель моего доклада – предложить какие-то уточнения существующим подходам в силу того, что, как мне кажется, есть определённые проблемы в тех подходах к абдукции в аргументации, которые мы имеем сегодня. Итак, сама по себе абдукция – это, с одной стороны, известное понятие, с другой стороны, в общем-то, понятие, которое вызывает много-много вопросов. То, что абдукция существует, мы уже сегодня знаем, но что она сама представляет, как она формализуется, и когда мы с ней сталкиваемся, это всё обсуждаемо. Я не думаю, что это тоже как бы критикуется, это скорее обсуждается. Предложил идею абдукции, как известно, Чарльз Андерс Перс в своих работах. Ну и, наверное, вот перед вами на слайде самая известная схема абдуктивного вывода, предложенная им в 1903 году. Наблюдается некий непонятный факт. Если бы А-гипотеза была бы допущена, была бы истинной, то факт был бы самым саморазумеющимся, но, следовательно, есть резон допустить эту А. Проблемы какие, вот общие есть для логики, для эпистемологии, для, в том числе, соответственно, вот абдуктивных исследований, непонятна природа этого С. Главное, неясно, откуда берётся А, вот как она появляется, какова природа и структура вот этой вот условной связки, то есть импликация второй посылки, ну и, соответственно, выяснить, а что же за исследование имеет место в данном случае, потому что явно, что это не логическое исследование, к которому привыкли в, в общем-то, классической дедуктивной логике. Ну и поэтому сегодня мы можем сказать, что в таком логике, в эпистемологическом континууме абдукция исследуется трояким образом, то есть три направления есть, как рассматриваться как логический вывод, ну или рассуждение, здесь синтаксические, семантические различия не столь как бы важны, просто здесь речь идёт о рассуждении или о выводе, протекающем по определённой форме. Как правило, часто там, ну даже я бы не сказала, что всегда имплицитно, чаще всего имплицитно присутствует этот обратный модус понус. Как алгоритмическое вычисление, то есть, ну это компьютерная технология, которая просто вот пытается нам показать, найти механизм, чтобы показать, как возникает ЭТА и как она соединяется с непонятным фактом. Ну и как способ изменения эпистемических состояний. Ну вот для наглядности я просто вот картиночку показала, то есть вот у нас есть, ну на картиночке не фигурирует не А и Ц, да, вот А, Е, то есть у нас есть непонятный факт Е, он не вписывается в нашу базу знаний, в наши знания. Мы пытаемся таким образом с помощью H гипотезы H, ну подобрать такую гипотезу H, чтобы в конечном счёте она могла быть вписана и в наши знания, вот третья картиночка, и включать этот непонятный факт, ну то есть изменить наше эпистемическое состояние. Но если мы говорим про аргументацию, то понятное дело, что нам надо как-то тоже вот выявить этот процесс, который от нас вот чаще всего ускользает, и мы будем рассматривать, конечно, абдукцию как логический вывод, но с изменением эпистемических состояний, ну в силу того, что аргументация – это диалоговая процедура. Но вопрос так и остаётся, как очертить границы абдуктивного аргумента, где он, что он. И моя позиция в том, что уточнить вот этот абдуктивный аргумент только средствами теории аргументации, ну невозможно, конечно, нам надо просто смотреть, а каковы последние результаты вот исследований в области логики эпистемологии относительно абдуктивного хода мысли. Значит, в аргументации, как вот тут уже я не раз сказала, абдукция рассматривается в виде вот структуры, в виде, ну если не вывода, то мы называем это аргументативной схемой, поэтому несколько слов о том, что это такое. Аргументативная схема – это тоже такое обсуждаемое понятие, но тем не менее мы говорим о том, что оно существует, и даже вот есть так или иначе определение – это аргументативная схема, то есть это некая структура, которая отражает абстрактные, которая абстрактным образом отражает основные общие типы хода мысли, ну или стереотипические образцы вывода, то есть мы знаем, что обычно вот такой ход мысли имеет место. И в отличие от привычного нам в логике рассуждения, в аргументативной схеме, кроме формального момента, существует еще такой содержательный или материальный компонент. Вот примерами аргументативной схемы, почему-то у меня не листается. Вот, значит, примерами аргументативной схемы могут, вот, например, стать пример аргумент к авторитету, то ли аргумент к признаку, ну, аргумент к авторитету нам известен, так говорит там устава Заратустера, то есть он является экспертом в этой области, куда входит вот мое высказывание, и он утверждает, что это истина, следовательно, я имею основание утверждать, что это истина. То есть мы видим, что это структура, аргумент понимается как рассуждение, то есть у него как минимум две трактовки, это не только довод, но это и рассуждение, просто в русском языке мы второй подход, вот этот, ну, как-то вот он почти ушел у нас, ну, просто в силу исторических особенностей. Значит, и мы видим, что здесь есть структура, то есть вот они есть посылки и заключения, то есть это ход рассуждения, и есть вот эти содержательные моменты, то есть мы говорим про эксперта, который утверждает, что вот имеет место А, и он знает о том, что имеет место А, ну, или аргумент от признака, есть какое-то истинное утверждение, мы говорим о том, что, ну, в этой ситуации у нас имеет место А, но мы говорим, что в таких случаях будет какой-то еще такой факт, вот следует ли он имеет место. Это просто чистой воды как пример, что это такое. То есть это вот структура основных стереотипических, таких типовых образцов хода мысли. Ну, и сегодня мы говорим о том, что вот я традиции неформальной логики придерживаю логику философского больше подхода, и есть утверждение о том, что это презумтивные ходы мысли, то есть мы допускаем их, до тех пор пока не будет нам приведен какой-то контраргумент. При этом контраргументы, если приводится, это не значит, что мы отвергаем данную мысль, а мы говорим о том, что как минимум она должна быть модифицирована, то есть они модифицированы и презумптивны, наша схема. Ну, это просто по определению. Зачем нужны схемы? Схемы нужны для того, чтобы вытащить этот аргумент, в общем-то идентифицировать его в ходе мысли, реконструировать, то есть опустить, вытащить фразы или обороты, которые мы опускаем в диалоге, ну, просто в силу ряда причин. И самое важное, чтобы оценить этот аргумент. Для оценки аргумента каждую схему привычно соотносить с набором критических вопросов. Вот, например, аргумент к авторитету, вот он, в нем есть вот подходе. У Дуга Валкана, в общем-то одного из, авторов одного из самых влиятельных подходов к аргументативной схеме, есть вот набор из шести пунктов. То есть, как правило, вопросы проверяют приемлемость каждой посылки, связанность посылок заключения, то есть насколько заключение релевантно и обоснованно вытекает из посылок, и достаточность наших посылок для данного заключения, то есть мы смотрим, в какой области работает эта сфера, и есть ли какие-то исключения. Ну, то есть вот здесь можно прочитать, каким образом проверяется конкретно аргумент к авторитету. То есть вот насколько дослуживает сам по себе доверие он, значит, как источник экспертизы, является ли он действительно экспертом, что о нем говорят другие эксперты, является ли он надежным источником, ну и так далее. Ких схем, в общем-то, достаточно много существует, но у них у всех, в общем, проблемы сходные. Они лишены единства просто разной подходы, они иногда по разным основаниям систематизируют, и получается, что некоторые схемы просто вот нахлёстываются друг на друга или просто вот про разное говорят. Но это в силу вот прагматических особенностей вот этой области вполне предсказуемо. И даже в рамках одного подхода нет каких-то однозначностей, то есть вполне возможна ситуация, когда я вижу рассуждение, и я его могу идентифицировать одним способом, ну, не знаю, другой коллега будет идентифицировать другим способом, то есть вот вполне возможна ситуация вот таких вот расхождений и провалов значений, то есть как-то мне сложно найти какую-то схему, либо присыщено, когда я могу найти схему. Но, тем не менее, как бы проблемы имеют место, это можно обсуждать отдельно, но сам по себе идея существует, и ничего плохого в этом нет, потому что другое не предложено. Вот что с абдукцией? Абдукцию как абдуктивную схему, вот как аргументативную схему предлагает из начала XXI века исследовать Док Уолтон, и он говорит, что да, она может быть на базе презумтивных схем рассматриваться так, как она условна, и работать в условиях неполноты информации, как это делают основные аргументативные схемы. Но проблема в чем? В том, что презумпция, она не предполагает неизвестности, то есть мы допускаем что-то, что мы полагаем как имеющее место, но абдукция работает с тем, что пока неизвестно. Вот это вот единственная и большая проблема возникает. Ну, кроме того, вот на сегодняшний день мы понимаем, что презумпция тоже может трактоваться по-разному, то есть много подходов существует. И вот я, наверное, думаю, что нам на будущем потребуется подход, я имею в виду доклада, вот скорее Фримена, когда мы будем говорить о том, что презумпция – это некоторая базовая предпосылка, которая делает осмысленный все дальнейший разговор. И получается, что вроде бы как можно сделать, но проблемы даже Док Уолтон указывает будут иметь место. Что он предлагает? Вот у него схема, в общем-то, напоминающая предложенную идею Пирса. Есть целевопытный факт. Вот есть каждый вариант из набора А1АЭН гипотезу, объясняет этот факт, но А объясняет ИТ наилучшим образом, следовательно, имеет место основания понятия А. И есть набор критических вопросов. В силу экономии времени я просто не буду их комментировать, пропущу. Что здесь сразу заметно? Мы видим, что здесь как будто бы есть какой-то еще, ну, что ли, индуктивный перебор, что ли. Но проблема тут в том, что абдукция рассматривается не просто как рассуждение, дающее нам гипотезу, предлагающее нам гипотезу, но она рассматривается как рассуждение, предлагающее нам наилучшие гипотезы. Вот третья посылка об этом говорит. Насколько абдукция может предложить наилучшие гипотезы? Вот на самом деле это является самым таким спорным моментом. И сегодня уже, ну, лет последние, лет 10, после работы Кампуса, мы говорим, что абдукция, скорее всего, все-таки она не наилучшая гипотеза предлагает, а просто гипотеза. И даже перстень говорит о том, что там гипотеза наилучшая, говорит о том, что она должна быть экономичной, но экономичный поиск гипотезы это не есть наилучшая гипотеза. И вот этот момент, ну, действительно вызывает вопрос, а как я могу отобрать, породить что-то, породить объяснение какого-то, какого-то факта, и при этом еще оценить параллельное свое объяснение, сказав, что да, это наилучшее. Это слабая вещь, которую, в общем-то, действительно надо корректировать и убирать. Почему у Догг Боттона мы это видим? Ну, и у его коллег здесь. Ну, это объясняется просто, на мой взгляд, здесь очень сильно влияние вот этого подхода Джофферсона Джофферсонов 1994 года, и вот это Догг Боттон разорвать свою идею тоже там 2001 год, ну, 2008, и тогда действительно абдукция силы вот этой вот линии, она трактовалась в том числе и как наилучшее рассуждение. На мой взгляд, все-таки вот эту вещь стоит оставить в стороне. И мою позицию разделяет вот совершенно недавний подход Юй Ценкера, опять-таки же это только аргументативный подход, вот они предлагают следующую схему, что есть любопытный факт, если бы А была истинна, то это само собой разумеющееся было, следовательно, подразумевать надо, что А истина, то есть фактически это дублирует рассуждение Пирса. Но вот важный для нас набор вопросов, которые позволяют прояснить вот эти проблемные аспекты, о которых я говорила в начале. И среди вот критических вопросов, наверное, любопытно оценить, осмотреть на... У меня, по-моему, вот здесь, да, вот, чтобы было понятно, видно, что вот, ну, фактически дублирует идею Пирса. Но здесь важно посмотреть на третий и четвертый вопрос, потому что, как я сказала, непонятно, как соединяется А с С, вот если А, то С, то есть что это за вид импликации, и может ли Абдукция вообще давать какую-то оценку. То есть давая гипотезы, утверждает ли она истинность, это гипотеза, то есть вот дает ли она объяснение в смысле, которым мы можем пользоваться или здесь еще что-то. Вот согласно вот подходу Юй Ценкера, получается, что да, то есть Абдукция – это порождение гипотезы, и они убирают наилучше, но получается, что А, вот вопрос, может ли дедуцированность С, и проверяем ли правдоподобно ли А, то есть в рамках данного рассуждения получается, что Абдукция как бы дает нам гипотезу вот такого вот толка, который мы в дальнейшем пользуемся. Это тоже достаточно сильное утверждение, которое, мне кажется, надо убрать, потому что Абдукция все-таки, вот сейчас я надеюсь показать, просто как результаты исследований, не углубляясь в них, просто для экономии времени, Абдукция дает нам гипотезу А, но это утверждение гипотезы, не есть утверждение истинности этой гипотезы, то есть это гипотеза, которая порождает нас с дальнейшим исследованием, то есть нам надо ее еще проверять, и поэтому вот поэтому Абдуктивный шаг и оказывается очень сложно схватываем в наших диалогах, потому что да, мы даем гипотезу, и пока ее нет проверки, мы ее как бы только понимаем, что надо ее проверить, надо посмотреть, как она работает. А самооценки, вот в том духе, как вот дают критические вопросы, в Абдукции быть не может. Вот в этом и есть уникальный ход рассуждения, который и отражается в специфической, не просто даже импликации, а в специфическом переходе от посылок к заключению. И вот чтобы вот этот момент и прояснить, то есть вот показать уникальность вот этого перехода от посылок к заключению, в том числе и в рамках аргументативной схемы. Я думаю, что нам нужно просто посмотреть, а что сделано в логике, чем мы можем воспользоваться на сегодняшний день. Так, значит, мы знаем, что Абдукция – это слабое вариативное рассуждение, зависит от частной ситуации, она не работает ни с какими обобщениями, она работает с конкретным примером, с конкретным контекстом. Именно поэтому она крайне неохотно поддается формализации и абдуктизации. Не только поэтому, но вот это одна из причин. То есть получается, что мы формальное представление Абдукции даем, и после этого понимаем, что она опять у нас убежала. То есть это опять не совсем Абдукция, это некое объяснение. Но ведь объяснение не есть Абдукция. В чистом виде, скажем так. Сейчас объясню брайфику. Она экономна. То есть это проявляется в отношении реально существующих проблем и рисков, вознаграждений. Сама по себе она не появляется просто, ей это не нужно. И Абдукция не решает проблему, как я уже сказала. Она лишь подталкивает к расширению границ познаваемого. То есть она указывает на направление, в котором могут быть указаны, найдены наши решения. То есть утверждая гипотезу, я не говорила о том, что я знаю ее, что она есть. В силу этого оценочный компонент Абдукции, то есть оценка самой гипотезы, уходит в другую последующую процедуру, которая будет за ней. То есть она немыслима без так называемого синтеза процедур. Вот этим оборотом я, ну, как бы, даю дань уважения нашему отечественному следователю Виктору Константиновичу Фино и его коллегам, которые, в общем-то, об этом говорят уже с конца 20 века. То есть вот абдуктивный адагат, который мы получаем, то есть они используют этот оборот синтез процедур. То есть сейчас я говорю, это не будем им приписывать, чтобы соблюсти с Атусом вирусского, да? То есть, но получается, что если вот мы разделяем проблему выдвижения гипотезы и ее принятие как гипотезы, то мы говорим о том, что да, вот на первом этапе мы выдвигаем, а дальше идут индуктивные способы, индуктивные процедуры и дедуктивные обоснования, которые позволяют нам эту гипотезу проверить, но уже дальше принять непринятие. То есть вот этот синтез нужно учитывать, то есть оценка вот уходит в последующие рассуждения. И получается, она работает с таким специфическим отношением между посылками и заключением. Это не дедуктивное исследование, это не индуктивные обобщения по принципу, ну вот материальных каких-то контекстов мы работаем, набираем. Понятно, обобщение разного толка. Вот один из исследователей Абдукции, Джон Вудс, он говорит, а давайте будем говорить об отношении к индуктивной аналитии, но вот я заключаемость перевожу, может быть, не очень хороший перевод. И получается, что это такой специфический ход, то есть вот мы переходим, но не говорим в чистом виде сохранности, поистинности. Такой как бы сама идея рассуждения не имеется в духе лидирующего принципа Пирса, но вот очень специфическая. Вот вопрос, как ее формализовать, как ее достать, как ее объяснить. Но тут можно воспользоваться моделью, на мой взгляд, наилучшим образом воспользоваться моделью Габая-Вудса, которые рассуждают об Абдукции, и они предлагают идею, что Абдукция есть рассуждение, триггером которого выступает незнание, то есть я осознаю свое незнание, и это оказывается рассуждение, которое сохраняет это незнание после появления гипотезы. То есть я ее принимаю, но я не утверждаю со факта ее уместности и истинности, вот это нужно еще проверять. Вот эта модель, которую я вывела на слайд, лежит Джону Вудс, это последняя модель, вот просто обычно ее пользуется. Одна из магистральных моделей современной логики, то есть у нас есть какая-то эпистемическая цель, исходная база знаний и расширенная версия ее не объясняют, R это отношение достижимости к этой цели, то есть мы не можем ее получить. Появляется гипотеза, которая не входит в наши базы знаний, и сама по себе эта гипотеза также не объясняет нашу теорию, нашу цель, какой-то наш фулевопытный факт в терминах Пирса. Но если мы допустим истинность этой гипотезы, то есть мы просто допустим ее принимаем, то вполне возможно, ну вот это сослагательное наклонение, стрелочка, что наша цель будет реализована, то есть факт мы объясним. Таким образом, пояснив нашу гипотезу, мы можем принять принять ее, то есть вот десятая строчка здесь трактуется как догадка агента относительно рассматриваемая гипотеза. Ну а на один шаг мы ее с какими-то проблематическими статями утверждаем. То есть вот это, понятное дело, не дедуктивный переход, но тем не менее генерация какой-то искомой аж. Но я использовала термины здесь немножко другие буквки, ну чтобы сохранить терминологию Джона Вудса. Ну, физически аж это вот а в нашей трактовке альфа-выбинфакции это вот наши десять. Значит, таким образом вот это вот у нас получается, что мы не расширяем границы нашего знания в ходе вот этого вещи, мы просто принимаем гипотезу, которая позволит нам в дальнейшем указывать нам путь, как мы сможем получить новое знание. Ну и такая модель получается тогда с легко вписываемых диалог, то есть если мы будем трактовать как К и К звездочкой как ситуация с диалогами, то есть получается, что агентов, которые участвуют в диалоге, они сталкиваются с чем-то неопознанным, они ищут А, ну и дальше приходят к принимать ее. Ну возвращение к диалогу опять-таки же можно сделать Никсон в сторону Хинтики, который тоже еще в ну больше 20 лет назад говорил об интерогативной природе, об обдукции. Но самое любопытное на мой взгляд в том, что эта схема, ну равно как идея Хинтики перекликается с малоизвестной схемой обдукции, которая в общем-то была открыта совершенно недавно и найдена в дневниках Пирса, вот Леди Белл писала письмо, письмо, извините, я говорила, что здесь мы видим, вот эта вот схема, значит, получается, что ну так или иначе надо переставить первую, вторую посылку, мы увидим, что это повторяет идею, Пирс повторяет свою идею, которая была, да, С является истинным, если А истинна, то С является истинным, ну или не является, в данном случае. Но заключение в форме интерогации, то есть вопрос, не является ли истинным А? То есть о чем это говорит? Это говорит об интерогативной заключение и говорит о вот этом незнании и подталкивании к дальнейшему исследованию. То есть здесь у нас заключение в модальности инвестиганта, то есть для исследования получается, и оно может трактовать, как следует изучить, является ли истинным А? И вот этот момент, на мой взгляд, очень удобен, как раз он и нужен нам для того, чтобы решить эту проблему, о которой я говорила, то есть объяснить специфику вот этой связи в объективном ходе мысли, и тогда она вписывается в том числе и в нашу организацию. С этим можно по-разному работать. Ну, тут, чтобы сократить, то есть я могу сказать, что я беру вот эту схему как базовую, но сопровождая ее определенным набором физических вопросов, я вношу уточнения, которые можно получить. То есть вот она, эта схемка, но мы можем сюда внести наши знания из логики, и получим то, что вот нам нужно. То есть у нас есть какой-то непонятный факт, наши участники диалоговый, с ним сталкиваются, осознают его, и тогда это начало абдукции. Дальше они ищут гипотезу в рамках диалога по принципу эпистемических состояний, то есть эта гипотеза, она не является их знанием, но они ее определенным образом находят. ну как вот поиск презумпции, как базовой посылки, которая делает осмысленным вот этот ход мысли. И дальше говорят, давайте проверим. Вот является ли аистинным, давайте проверим его. И вот этот ход мысли получается, что у нас гипотеза будет понижать степень нашего удивления, но не добавить нового знания. И получается, что интригативный вопрос говорит о том, что в конце говорит о том, что обдукция все-таки не дает, не оцениваемая гипотеза, не оценивается в рамках самообдукции. Она просто говорит, а вот оценки мы выносим на потом, потому что это слишком слабое рассуждение. Здесь пока мы подталкиваем после этого. Но этот момент можно, наверное, опустить силу времени, там просто как уточнить с помощью материальных, материальный аспект обдукции, но это теория речевых актов всегда уточняется. Здесь можно, такая проблема существует, а что за тип речевого акта утверждается? А, чтобы сохранить незнание? Это проблема такая известная. Здесь можно воспользоваться предложением Чифи, Даниила Чифи, о том, что мы выдвигаем гипотезу, загадываемся, и последний тип речевого акта утверждения гипотезы, не утверждения истинности, а самой гипотезы. И мы получаем вот такую схему, то есть мы фактически сохраняем мысли, которые имеются, кроме заключения. Имеет стрелоковый факт, мы его не знаем, а давайте будем искать нашу А как базовую предпосылку, которая сделает нашу презумпцию, что это имеет место С, работает. Является ли Аист давайте проверим. Тогда получается, что с помощью критических вопросов мы будем говорить о том, резонно ли А допустить в данной ситуации, можно ли А вписать в наше знание, насколько ли А экономично, ну а дальше, пожалуйста, строим индуктивные какие-то формы проверок, которые нам могут сказать истина А или нет. обслуживания. Наверное, это основное, что я хотела сказать. Здесь определенные выводы. В силу уникальности слабости абдуктивного хода мысли это позволяет нам прояснить, где абдукция и понять, почему она так ускользает от нас даже в аргументации. Потому что мы даже ее не оцениваем. но тут важно, что абдукция не объяснение. То есть объяснение, вот она дает объяснение, я останавливаюсь. как доктор говорит о том, что вот мы общаемся с доктором, мы говорим, доктор, у меня сыпь, а он говорит, у вас аллергия. Говорит, ну доктор, но я же ничего не ел, а сыпь появляется и температура, может быть, ну если доктор объяснил, он говорит, так я доктор или вы. Получается, что он останавливается. Абдукция предполагает, что давайте проверим. В этом смысле она очень специфическая, она не работает в каждом типе диалога, а скорее работают диалоги, которые нацелены на получение какой-то истинного знания. Сейчас будут споры, переговоры и так далее. Местное, может ли там быть абдукция, это надо обсуждать, на мой взгляд, далеко не всегда, особенно всевозможных юристик. Вот, наверное, все, что я хотела сказать. Спасибо за внимание. Мне кажется, что я по времени уложилась. Да, Ангелина, спасибо большое за доклад. По времени вы уложились. Коллеги, у нас есть время на несколько вопросов или комментариев. Есть ли вопросы к Ангелине? Ольга Александровна, позвольте мне вопрос задать? Да, конечно. Ангелина, большое спасибо за очень интересный доклад. Вопросов у меня много, но позвольте себе на двух остановиться. Как вы считаете, в какой сфере человеческой жизнедеятельности наиболее активно используется вот этот тип абдуктивной аргументации? Да, хорошо, я сразу отвечаю. Хорошо, спасибо большое за вопрос, очень уместный вопрос. Вот абдукция, все-таки, чтобы понимать вот ее уникальность и схватывать, надо понимать, что она возникает в работах Перса, который развивает логику, в том числе традиции нового времени в поиске методов исследования научного знания. То есть, такая модернизированная проблема метода. И, конечно, когда мы говорим об абдуктивных этих объяснях, то преимущественно это, конечно, научная сфера или сфера, если расширим по типу диалога, мы говорим, что вот есть у нас переговоры, есть исследования, поиск информации, есть убеждения, есть диалог спора. Вот мы скажем, что вот там, где есть преследование истины, то есть я хочу получить истинное знание, я не хочу победить лично, то есть как убедить вас в своей правоте просто потому, что хочу убедить или я хочу лично победить, как в споре, не знаю, в суде. Вот если вот эти последние исследования, последнее направление, то есть где цель какого-то убеждения личной победы идет, то там абдукции, скорее всего, места не будет. Там, где есть желание, стремление найти что-то истинное, докопаться до истинного знания, ну, как бы мы истинное знание не трактовали, вот там абдукция будет иметь место. То есть вот, скорее всего, вот так будет работать, хотя тут, ну... Понятно. Ну, вы из медицины пример приводили. Скорее всего, в правовой сфере права, да, вот в юридической практике, например. Там ведь тоже есть какие-то любопытные факты и так далее. Конечно, да. И поэтому-то эта проблема вот и становится проблемой в аргументации, потому что вот с помощью этих аргументативных схем мы задаем, ну, что называется, фреймы свои, чтобы понять потом, как это все можно формализовать. И вот вы совершенно правильно указываете основные проблемы, основные направления по созданию программ, которые помогают нам коммуницировать с компьютером, то есть формально задают базу знаний, чтобы помогать. Они разрабатываются в области медицины и права, прежде всего. И вот этот элемент, где абдуктивные знания, как оно дает? Ну, поскольку вы сказали и о науке, то вот вы знаете, может быть, вас заинтересует. У Гастона Башляра есть рассуждение, когда он говорит о необходимости создания неклассической эпистемологии. Он говорит, что в этой неклассической эпистемологии мы должны учитывать, когда мы какой-то вывод пытаемся сделать, а почему бы нет? То есть, по большому счету, отвечать на вопрос, а почему бы и невозможно вот это или вот это? То есть, вот она такая плюралистичная, дисперсированная позиция в неклассической науке с точки зрения Башляра. Ну, это так, к слову. А второй мой вопрос. Вот когда речь идет о факте, что имеется в виду под фактом? Вот что это? Вот, это очень такой дискурсивный момент. Спасибо за вопрос. Во-первых, что такое факт? Как это такая? Вот что это вообще? И, значит, как это можно использовать в аргументации? Как следствие, может, вопрос. Значит, это обсуждаемая вещь. То есть, в данном смысле, можно предельно широко его трактовать, как некую ситуацию, которая нас заинтересовала, как некое событие, как некая необъяснимая вот нюанс какой-то. Главное, что это не некоторое высказывание. То есть, вот это С, вот эта схема, это не высказывание, которое может быть оценено как истинное или ложное. Это вот как вот просто вот... Событие, да? Как какая-то событийная сторона. Да, как какое-то действие, да, скорее так. То есть, его предельно широко трактуют, но используют факт, как просто термин от пирса идет, вот он его вставил. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо за вопрос. Я вижу, что Андрей поднял руку. Андрей, пожалуйста. Ангелина, спасибо за доклад. Для меня совершенно новые понятия. Вот я хотел бы задать такой вопрос. То есть, как вот понятие абдукции соотносится, ну, в докладе это мелькало, собственно, с индуктивными и дедуктивными построениями в рамках аксиоматик. То есть, насколько я понимаю, использование там моду споненс в рамках там определенной аксиоматики и фактически, ну, то есть, мы имеем некое высказывание, да, которое вы говорите, нужно, как бы, задача сводится к определению истинности его или ложности. Но в части вопроса, то есть, поскольку еще используются индуктивные построения, да, они осуществляются в основном за расширение, за счет расширения аксиоматики. И, собственно, на примере геометрии мы можем видеть, что, как бы, относительность понятия истины, да, то, что в другой аксиоматике, это, как бы, ну, с параллельными прямыми, да, то есть, если мы в классической геометрии, они у нас не пересекаются, то мы, собственно, добавляем одну аксиому, у нас получается геометрия Лобачевского, да, где параллельные прямые пересекаются. Собственно, это говорит, ну, в моем понимании, о неком относительном понятии истины. И, собственно, возвращаясь к вопросу, то есть, вот вы используете как дедуктические построения, дедуктивные построения, так и индуктивные. Ну, и вот их соотношение, собственно, меня вот, ну, беспокоит. И вот по вашему мнению, как они соотносятся вот в этом подходе, о котором вы рассказали? Ну, в рамках этого подхода здесь, в общем-то, дедукции-то и нет, это модифицируемые рассуждения, ну, в чистом виде, да, это модифицируемые рассуждения, то есть, все структуры, которые смотрят аргументацию, они говорят о том, а их модификация, да, то есть плозабол. Вот, если мы говорим про самообдукцию, то она противостоит дедукции как раз, вот если мы говорим, а, у Пирса, да, то есть, вот, дедуктивное рассуждение, есть индуктивное рассуждение, а есть абдукция. То есть это три вида независимых рассуждений, согласно Пирсу. И наша задача попытаться в том числе… Разные люди работают в разных областях, абдукция, в том числе есть те, кто пытается ее формализовать, то есть формализовать определенным образом ход этой мысли, показав ее недедуктивность. Вот эта задача. И это некая своего рода догадка. То есть вот я смотрю, и вот оно, я вижу, вот оно решение. Если мы говорим про абдукцию в таком совсем неформальном виде. Вот как это показать с помощью формальных средств, можно ли это показать с помощью формальных средств, это как раз и вопрос очень многих исследователей. Но в рамках теории аргументации это важно показать, просто расписать видео под мысли, потому что следующий шаг просто сделать нельзя. Поэтому это изначально недедуктивное рассуждение. А когда я говорила про модус понус, я тоже говорила про плозабол рассуждения, потому что это обратный модус понус, то есть тут как раз-таки схема неправильного рассуждения. То есть вот если мы возьмем… Тут где-то у меня персовская… Ну вот она, наблюдается факт С, если бы А было место, имело место С. То есть фактически утверждение – это сегмент. То есть здесь нет дедукции изначально, поэтому это вся идея. Но проблема в том, что в индукции мы хоть как-то на базе подкрепления работаем, то есть нам можно повысить правдоподобие ее за счет каких-то выборов, приборов и количественной информации, то в индукции проблема в том, что она единичная, она не работает с общениями. И вот как зафиксировать этот переход, то, что здесь есть исследование однозначно, то есть… Ну, я имею в виду исследование, а вот… Ну, если я пишу, то это называется, например, лидирующим принципом. Очень многие исследователи используют этот термин, потому что он такой хороший. То есть вот привычка перейти от посылок к заключению. Вот как показать ее? Вот это и задача, это и проблема. Ну вот Джон Рутс, он предлагает говорить об заключаемости. Ну, такая любопытная штука, то есть чтобы избежать этой дедукции. И вот здесь тоже вот такая самая известная модель обдукции как сохранения незнания, значит, ее иногда широко трактуют. Вот Макдания, он все почти под обдукцию, все догадки там подводят, и много видов всяких. Но вот моя область, которую в данный момент я презентовала, это вот самая такая удачная вещь. То есть когда широко трактуют, то же плохо. Но вот даже здесь мы видим, что они как раз избегают вот этого вот, ну, пытаются вот как раз и показать нетривиальность, недоективность этого заключения. То есть если я правильно поняла ваш вопрос. То есть она изначально недоективна, в этом-то вся проблема. Она как... Даже у пирса идет как, ну, неправильный модус-помус, или там дальнейший, когда он не там добавляет, пытается через модус-помус это сказать. Но технически это утверждение консекмента по ходу. То есть здесь нет дедукции изначально. Ангелина, ну, возможно, в смысле, я, насколько понимаю, что когда вы добавляете новые понятия в любую аксиоматику, это уже происходит индуктивное расширение. Ну, недедуктивное расширение, да. Да. Ну, а в рамках аксиоматики только дедуктивное рассуждение. Да, и, соответственно, вопрос изначально, я так понял, постановка проблемы, в которой используется обдукция, это, в смысле, оно близко к теории доказательств, в том плане, что выяснение истинности или ложности, ну, есть высказывания, да, в рамках аксиоматики. Не, 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 Анна, вот знаете, если в плане расширения, то здесь, наверное, можно сказать, где абдукция проявляется, а за счет чего мы будем расширять нашу аксиоматику? Что бы нам потребовалось, чтобы расширить эту аксиоматику, чтобы она заработала? Вот этот шаг, когда мы ищем и мы находим, вот это и есть обдуктивный шаг. То есть, почему я расширяю так или иначе? Что мне нужно, чтобы объяснить что-то? Вот он, вот это и есть обдукция. То есть, в самом этапе расширения аксиоматики. А дальше истинность, ложность я проверяю. Вот в том-то и задаче, что вот линии, которые я придерживаюсь, ну, в Танцус я разделяю позицию, в УЦе, в том числе, и не только их, обдукция не дает истинного утверждения или ложного. Да, она вот просто подталкивает к исследованию дальнейшему. Либо мы просто истинность можем по-разному трактовать. Здесь же вопрос в том, что мы слова-то используем одни, а смысл-то могут немножко расходиться, как известно. То есть, вот если обдуктивный шаг, вот он вот там будет. А что я расширяю? А вот в том-то и дело, что когда мы пытаемся построить тематическое представление обдукции, они существуют в рамках эпистемических логик, там очень любопытное решение было предложено, диалогово, то есть их немало. То в том-то и проблема, что когда мы начинаем формализовывать, то, как правило, мы к наилучшим объяснениям нередко выходим. Понимаю. Спасибо огромное. Это не проблема, которую мы решили. Ну, по крайней мере, на сегодняшний день я удовлетворительное решение не видела. Еще один вопрос, Ангелина. Вот контроль семантической целостности обдуктивного процесса. Я так понимаю, что он на человека возложен же, да, получается? Ну, это от подхода зависит. Это вот сама же идея, вот я показала, как она работает в аргументативных схемах, да. А вот какие теории существуют, пытаются по-разному сделать. То есть, ну, и вот эти формальные вот экспликации, они по-разному работают. Ну, да, я вот об этом пытался спросить, потому что у нас как бы формальные утверждения и их семантическая связь, она, ну, в смысле, этот контроль, он же должен существовать. Конечно. Условно там, как бы тот факт, как работает модус понус и как работает импликация, да, то есть как бы вот именно семантическую целостность. Вот это вот. Ну, это просто другое направление. Ну, то, что я имею в виду вот эту проблематику логического вывода, да, то, что мы выводим именно то, о чем говорим, а не что-то там постороннее или там совершенно. Да, конечно, конечно. Спасибо. Да, 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 то есть они существуют, но это вот прямо вот уже, ну, скорее формальная экспликация вот этой проблемы. Средствами разных логик это делают, потому что пытаются найти ее там, ну, то есть не существует вот такой, скажем так, логика облупцевая, найденная вот в рамках вот такого. Нет. И вот если мы на чем смотреть, то как раз-таки вот этот вывод формальный, который вы говорите, совершенно верно, он по-разному будет даже, ну, эксплицироваться, зависит от средств теории, которые нам позволяют все делать. И там иногда, да, вот этот, ну, который, конечно, в рамках закладывается, это исчисление. Спасибо огромное за интересное. Спасибо большое за обсуждение. Да, я вынуждена вас прервать, потому что мы уже с вами углубляемся в детали. Давайте поблагодарим Ангелину за доклад. Ангелина, спасибо большое.